Книга «Открытым оком». Тема «Покаяние». Том 3. Вопрос 974. Бытие 4.26. «У Сифа также родился сын, и он нарёк ему имя – Енос. Тогда начали призывать имя Господа – Бога. А до этого разве не призывали имя Божие?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Библия очень кратко выражает события. Казалось бы, одно дополнительное слово, и не было бы недоумения, не родилась бы какая-то секта. Иова 21.22. Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? Поэтому Бог так всё и обо всём располагает в двух своих книгах – в Библии и в природе, что каждому новому поколению открываются новые кладовые для исследования, чтобы более познавать Бога, потрудиться и прославить вседержителя. Были просто исследователи, мудрецы, теперь их называют учёными, лауреатами Нобелевской премии, академиками и прочее. Точно так же и в исследовании Библии. 1 Коринфянам 12.28. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». 1 Коринфянам 12.29. «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы?» Эфесянам 4.11. «И он поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями. Сектанты отвергли учителей, растолковывающих то, что написали пророки и евангелисты». Неразумие сектантов в этом вопросе безгранично. Как они могут не видеть, написанное в этих вышеприведенных стихах, что написано открытым текстом, что апостолы – это одно, пророки – это другое, а учителя – это третий, в-третьих. Если апостолы кончились в I веке, то учителя будут до пришествия Христа. И эти учителя церкви, так называемые святые отцы, истолковывают, проясняют недостающие то, что кажется неясным, туманным, неудобо-вразумительным. Эти спорные места сектанты по своему скудоумию, невежеству и дерзости извращают, прилагая к ним смысл, совершенно в них не заложенный. 2 Петра 3,16 Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственно своей погибели превращают, как и прочие писания. Интересно смотреть на баптистов, когда поближе познакомишься с ними. Уверовав во Христа, взобравшись на одну ступеньку, а их 33, согласно Иоанна Лественничников, Они всю жизнь так и толкутся на ней, у них нет ни терпения, ни выдержки, ни серьезного отношения к Библии, но все поверхностно, легковесно, ветрено. Вот два примера, которые в моей жизни в отношении с баптистами повторялись неоднократно. У них нет никакой выдержки, солидности, серьезности. Я посещал со своими друзьями их собрания и не раз, и не два, а сотни раз, как их регулярные прихожане. И мы спокойно высиживаем их двухчасовые собрания от начала до последней секунды. Но вот мы их приглашаем к себе. Проходит самое большое 15-минутное богослужение в Покровском соборе Барнаула. А пришла целая группа со своими руководителями пожилого возраста. Они обещают, что будут стоять, не шевелиться, не оборачиваться всю службу. Никто никуда не торопится, идет архиерийское служение. Для них это все вновь должно быть интересно. Поет профессиональный хор. Я им напоминаю заранее, еще на улице, как нужно стоять. И говорю, что ученые и люди едут в другие страны к дикарям и живут там годами, как гжемек среди львов. Записывая все виденное, вживаются в их образ. Постарайтесь хоть чуточку подражать этим подвижникам науки. Православные для всех сектантов дикари. Но проходит 15, от силы 20 минут. Они начинают переминаться, закладывают руки за спину, перешептываются, делают комментарии и беспокойно смотрят на выход. Я стою сзади и делаю знак. Смотрите, слушайте. Но ничто не помогает. Ведут себя совершенно адекватно поведению бесноватых. Разницы нет, в каком городе. Баптисты ли это, адвентисты, яговисты или другие. Что это? Это вам ни о чем не говорит? Просто так, отвержение истины православия. Отвержение святых отцов Вселенской Церкви даром никому не проходит. Когда сектанты собираются по домам или в своих собраниях после богослужений для разбора Слова Божия, то сколько у них голов, столько умов и толкований. А ты как понимаешь, Ваня? А ты как понимаешь, Ваня? Я им рассказываю о творениях святого Иоанна Златоуста, убеждая их послушать хотя бы одну проповедь его, поинтересующей их теме о десяти девах, ибо у них идут непрерывные споры, что означает «девы задремали, уснули», что такое елей, сосуды, полночь, крик, двери и сами девы. Приезжает ко мне на дом целая группа. Открываю Златоуста, начинаю читать, и здесь они выдыхаются на третьей или пятой минуте, начинают зевать, озираться по сторонам, ерзать, перешептываться, куда-то спешить. Мне уже все понятно. И на седьмой минуте их руководитель раздраженно говорит, обращаясь к Златоусту. Ну что он тут разверз, не дождешься конца? Мы же не за этим пришли, чтобы сидеть здесь целый день. Пять минут у них превращается в целый день. Такое невыносимое мучение слушать учителей церкви. По неволе вспомнишь человека, который находился в аду один час, а ему показалось, что уже наступила вечность. Сектант всегда человек глубоко больной. Святые отцы подобные места изъясняют, увязывая со своей обстановкой слово «призывать» «Призывать» означает приносить жертву и взывать по этой жертве, как пророк Илья. Ранее могли просто знать, что Бог есть, но не знать его имени Господь, Адонай, а просто обращались как к неведомому Богу. А с этого момента стали обращаться не к стихиям природы, а к единому, знаемому, имя которому Господь. Субтитры создавал DimaTorzok